Получается, здесь только можно через ключ, чтобы можно зайти, чужим сюда не пройти. Скорее всего, молодые люди на кадрах этого видео – жильцы дома. Поздно вечером парни зашли в подъезд, вызвали лифт и, видимо, чтобы скрасить ожидания, начали пинать все вокруг. Дело дошло и до коробки с мусором возле почтовых ящиков. На видео звука нет, но в подъезде было шумно. Получается, мне написал админ по дому тоже, что заметил, что раскиданы лифтовки, коробка лежит. И попросил меня посмотреть по видео. Я построила эту запись и скинула в общедомовую группу. На вырезанный фрагмент попали не все действия хулиганов. Да, они потом спустились на этаже, ну, шкепка та же самая и куртка, как бы, это одни и те же. То есть они куда пкнули эту коробку, то есть они потом запкнули ее обратно, а листочки эти не убрали. За ночными нарушителями спокойствия убирают соседи, в том числе пожилые. Я вижу то, что, ну, мусорят. Вот сколько я убираю, да, убирала, убирала, убирала. А вот здесь все молодежь живет. Один приходит, другой уходит. Пару недель назад в городских пабликах появилось видео с еще одним нарушителем спокойствия. И на нем звук есть. Пропав из кадра, мужчина выдает порцию отборного мата и в какой-то момент решает, что шумит недостаточно. Девушка в подъезд не выходила и полицию не вызывала. Но этот мужчина и парни, пинающие коробку, могут ответить по закону. Статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации устанавливает ответственность за мелкое хулиганство, под которым понимается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Наказание по этой статье – административный штраф или арест. Елена Баура, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.